вторую часть истории сделаю коротко потом вернусь значит но с первой части и кроме шуток и так далее информация серьезная информация о последовании его высказывания геноциде как он это сделал почему он это сделал не расследованы информация в церва информация стоит департаменте как они чего они я не знаю но мое дело информировать не мое писатели дело было информировать все как еще с какого с каких годов и сразу реакция вышла писатели не только моя армена милитьяна и писала об этом что вместо того чтобы этот человек говорил о правах человека о свободе слова депортированных писателях и так далее он просто дружил с человеком и так далее и так далее но опять же это не обязательно что это именно так это может какие-то определенные свободы американцев за счет чего они финансировали своего местные и так далее так далее но тем не менее даже непрофессиональный дипломат посол чрезвычайно уполномоченный опять же то есть есть всегда возможность у вас есть вот один кормите его он признал на еще на 200 лет геноцида в общем он будет маргентал 2 институт и туда-сюда в общем есть один рычаг мы вас там держим а так его должны были все равно за коррупцию а ему сказали слушай давай не посадим не опозоримся ну такой сценарий лучше ты будь героем армян там денег получишь оттуда еще там стратегически нам это не помешает еще там разложим отношения Турции разрули как нам надо всегда почему нет был бы я американским там полисимейкером киссингером или кем запросто и так выглядит везде ну и вот дураки армянские писатели зафиксировали да еще в армянских газетах интернетовских того в тех времен архивов нет не ищите или заставьте чтобы обратно пришли чтобы вы высказываете заявление армянских писателей этого политиков президента в изгнании было что ты эванс ты чё там делаешь ну естественно газеты убрали этих фактов нет и надо убрать нас надо убрать нас это полисимейкинг соединенных штатов на разработке мы армяне этого не позволим мы об этом знаем все знают распространять и мы не позволим армии армянскую политику будут формировать в армении и эванс ты пошел за за мной и ирина ты встречала в тот день кауло пауло койло в тот день когда я приезжал после мрака после стольких годов мрака писатель который в месяц имеет 30 тысяч читателей тот же день вдруг кауло койло ирина а лавердиан тогда ты стояла рядом и ты оказалась в вашингтоне и эванс и наша встреча и все такое эти факты есть остаются и не только еще тогда эти факты были зафиксированы где надо где армяне хранят свою историю и будут следить чтобы она никогда не была под монополией чьей-то только армянской даже не армянской монополией на самом деле мы будем демократической нации и все архивы будут открыты вот так вот иришка слушай слезь 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 у нас дочь живи там как хочешь я помогу тебя во всем слезь просто я иду широко и не в армению как ты видишь мои круги идут вашингтон в брюссель и в москву не дай бог не дай бог и ты знала это еще первой нашей встречи с первой ты сразу спросила что ты делаешь я тебе дал всю работку все то что я сейчас тебе говорю ничего нового просто вспомнить вспомни 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 где ты сломалась и поверила когда-то в меня когда захотела или даже ребенка в разработку рассчитала я надеюсь ты так не поступила я надеюсь ты все-таки пополнила тогда что и что и кто отец твой его ребенка и ты сделала искусственное осеменение с моей спермой это же осознение его не может быть Ира ты помнишь как ты в твоих грудях в пробирке мою сперму носила чтобы сперма была в тепле живая пока мы туда придем по клинику астриду почему астриду не узнаете об этом орудии твоей прекрасной